всем всех приветствую на своем канале сейчас будет очередное видео про сенаж в следующем видео покажу как вот это сено у нас лежит которая на поле лежала то есть вот покажу фокус сон что как сетка держит но это в следующем видео в этом видео станешь будет про видео про сенаж значит смотрим вот это у нас сенаж закатаны в начале июня это первый наш сенаж который мы катали потому что белые вон там немецкая пленка это мы потом брали первое у нау я зимой закупился заранее аван паковская плохая пленка то есть мне не понравилось многие писали говорили ну как говорится у нас все в россии только проходит через себя начинаешь понимать как это чё в общем на удивление сенаж сохранился в этой даже в этой пленке очень хорошо птицы его не клевали но сейчас не видно но поверьте мне что они как бы упаковка не нарушена сейчас покажу рулон уже вскрытый сегодня утром и вскрыли его начали кормить так вот продолжение нашего видео про сенаж пришла моя толстая вот такая вон вот они стоят это только сейчас скрыли рулон сенажа за толстая моя вот они стоят едят овцы едят его прекрасно значит про что говорил что это молодняк маленько вот он был такой маленько как будто как земли хватанувший но к удивлению никакой плесени вообще нету на и все его спокойно едят и на сено не смотрят на сено смотрят только если сена сата вы либо очень хорошего качества вот так вот происходит поедание овцами овцы очень хорошо я иди иди мелко но иди иди чего-то дальше пешка 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 сейчас игроку скажу чтобы этот на пять голов у меня вот это у рулона вместе совцами там хватает на два на три дня то есть поедание стопроцентное но быки стоят сейчас быков покажу выки стоят сто процентов на этом все ноже на сено вообще не смотрят сегодня кинули кипу все на всю в ноги они эти быки выкинули овцы сами вот выходят вот там нас дверь днем открыто и кушают значит по пленке по заготовке у нас немецкий класс рулон там есть видео посмотрите я там в рекламе вам его покажу мотает он сеткой сетку следующем видео хранение из-под сетки покажу рулонов сена потому что шапе реки повым будем перекиповать я покажу как это все выглядит в реале то есть как сохраняется сена в поле не накрытое ничего и этот из-под сетки в общем сетка и пленка у нас рулон обходится где-то 300 400 рублей то есть себестоимость нашей заготовки вот это вот сенажа это где-то 300 400 это отвечая на вопросы то есть моих подписчиков то есть как какая себестоимость как этот крутится если сырым готовить вот этот сенаж но я следующий год сто процентов перейду на на сырой то есть утром скосили вечером замотали сделали сенаж сто процентов никаких там суких сенажей я делать не буду потому что поедаемость сухого у нас намного меньше вот этот мокрый почти как силос едят все с большим удовольствием даже поросята его едят поросятам даем поросята поедают сто процентов сейчас 6 поросят привезли так что жрут они его с большим удовольствием так вот по что по весам по весам 500 килограмм это сто процентов вот этом сыром сенажа есть больше ближе к истине там где-то 600 650 килограмм потому что я как как я делал такой вывод делаю это это вывод из-за того что у цепляя косилку ту же самую кренку там она весит 650 700 килограмм у меня трактор спокойно едет но не спокойно тяжеловато но едет во всяком случае его не козлит он не встает на дыбы цепляя рулон сенажа вывозя его с поля трактор начинает козлить то есть по дороге он едет сам по себе в разные стороны то есть чувствуется что он тяжелее косилки так что как-то вот так сейчас открою покажу начнем кормить покажу как быки едят но быки уже кормлены я не думаю что они там прям наброситься и будут что-то охотно есть но вот по овцам сами видите как запах стоит такой не фруктовый скажем так а кисловатый вот именно кто помнит там в детстве либо на фермах именно силы с который готовился в ямах вот примерно такой запах но есть как как бы разница не не такой кисловатый так что вот баранчик полку давал нашу солома подкидываем сейчас он такой не ручной но во всяком случае не шугается меня знает меня особо так ладно сейчас покажу так все хотел добавить по температуре значит сейчас у нас уже минус то есть мы вскрываем его его этому силу что ни хрена ничего не будет то есть не закисает он когда был не было этот холодов то есть была плюсовая температура у нам их примерно серёга скармливал у него там две коровы на фоне скармливаю в течение там 10 дней и в сентябре ничего он не за этот не закис и все же роля нормально то есть и поедался коровами то есть мое мнение то есть даже при плюсовой температуре этот силос будет как бы нормально сейчас он они стоят не видно но они сыты никто там ничего не особо не рвется к этому силосу по морозам до замерзать он сверху замерзает промерзает не сильно корка образуется там с метров пять-десять и все но опять же говорил то есть корку топором рубили заносили на вечер в сарае и утром все это скармливалось как обычный силос так что не особо он промерзает но прихватывает его то есть образуется сверху корка но это при больших морозах а так принц вот сейчас он стал давать и получил чувствуется прям как яблочная даже ну такая компот компот кисловатый так быки не особо идут